Благослови, Душа моя Господа, Благослови, Иси Господи! Благослови, Душа моя Господа, И вся внутренняя моя, и без святой Его! Мир вам, братья и сестры! Сегодня мы будем говорить о духовном настроении христианина во время Великого Поста. Церковь придает этому большое значение, подготавливая нас к вступлению в Великий Пост и несколько недель напоминает нам о том, что и пост, и молитва могут быть нам во осуждение, не принесут нам никакой пользы, а только вред, если мы, подобно фарисею, будем осуждать других людей. Также напоминает нам о покаянии блудного сына, чтобы мы, те из нас, которые имеют большие грехи, не отчаивались в них, но всегда прибегали к Богу с покаянием, потому что Небесный Отец с радостью всегда нас примет. Также Церковь напоминает нам о страшном суде Божием, когда каждый человек получит воздаяние вечности за свои дела, которые он совершил, оживя на земле. И также напоминает нам о прощении ближних, о том, что нужно обязательно прощать тех людей, которые нам нанесли какие-то обиды, и самим просить прощения у тех, кого мы могли обидеть. Потому что, если мы этого не сделаем, то также не будут иметь значения никакие телесные посты, никакие подвиги, никакие молитвы нам не принесут пользы. Но из этих подготовительных недель к Великому посту особое внимание, как мне кажется, следует уделить неделе о страшном суде. Господь говорит о том, что страшный суд Божий будет проходить следующим образом. Придет Сын Человеческий во славе Своей и святые ангелы с Ним. И как пастырь разлучает, отделяет овец от козлищ, так будут отделены грешники от праведников. По правую сторону от Сына Человеческого будут находиться праведники, по левую — грешники. И обращаясь к праведникам, Господь им скажет, «Придите, благословенные, и наследуйте царствие, уготованное вам от сложения мира. Потому что, когда я алкал, вы меня накормили, когда я жаждал, вы меня напоили, когда я был странником, вы меня приняли, когда я был болен и в темнице, вы меня посетили». И когда в недоумении, с удивлением праведники начнут задавать вопросы, «Господи, а когда мы тебя видели странником, алчущим, жаждущим, больным, в темнице? И когда мы сделали для тебя добро?» И Господь скажет им, что «Все, что вы сделали для братьев моих меньших, вы сделали для меня». И точно так же Господь затем обратится и к грешникам и скажет им, «Отойдите от меня, проклятые, во огне вечные, уготованные дьяволу и ангелом его. Потому что, когда я алкал, вы меня не накормили, когда я жаждал, вы меня не напоили, когда я был странником, вы меня не приняли, когда я был болен и в темнице, вы меня не посетили». И когда грешники также будут спрашивать Господи, «Но когда мы тебя видели, чтобы сделать тебе то, о чем ты говоришь?» И Господь им ответит, что «То, что вы не сделали для братьев моих меньших, вы не сделали для меня». То есть Господь ставит знак равенства между собой и нашими ближними, которые нуждаются в помощи. И когда мы им этой помощи не оказываем, то мы не оказываем помощь самому Христу. А когда оказываем эту помощь, то мы эту помощь оказываем самому Господу. И вот в подтверждение этому, в священном предании нашей Церкви существует большое количество историй, в том числе жизнеописания бывшего мытаря, святого Петра Африканского, который был начальником сборщиков подати в Северной Африке. И этот человек был очень жесток, так что, когда однажды собралась группа нищих и стали между собой спорить и спрашивать, кто же самый жестокий человек в городе, то все пришли к выводу, единогласному мнению о том, что все-таки самый жестокий человек в городе — это этот мытарь Петр, потому что он никогда никому не подавал милостыню и вряд ли ее подаст. И один нищий решил поспорить с другими и сказал, что «я постараюсь добыть у него милостыню, я думаю, что я это смогу сделать». Все стали над ним смеяться и говорить, что «нет, это невозможно сделать, и каким образом умилосердить этого жестокого человека». Тогда этот нищий побился с ними об заклад и сказал, что «я все-таки добуду у него милостыню». И отправился на то, чтобы завершить этот спор. Когда он стал ждать Петра, то увидел, что вскоре появился Петр с ослом, навьюченным хлебами, и стал неоступно просить у него подаяния. Петр сначала не обращал внимания на просьбы, но потом, когда нищий ему очень сильно надоел, то он разозлился и стал искать камень, которым бы можно было ударить этого нищего и отогнать его от себя. Но так как камня нигде не было, он схватил один из хлебов и метнул им в нищего, как камнем, со злостью. Нищий схватил этот хлеб и радостный побежал к другим, чтобы показать, что он все-таки победил в споре. Спустя два дня после этого Петр слег с тяжелой болезнью и находился при смерти. Петр, умирая, видит, что вокруг него собрались ангелы и демоны. Они поставили весы. На одну чашу весов демоны стали складывать большое количество злых дел, которые совершал Петр в своей жизни. А на другую чашу весов ангелы не могут положить ни одного доброго дела, потому что не могли найти ничего в его жизни. И тогда один из ангелов говорит, вот есть хлеб, который Петр использовал как камень, кинув его в нищего. Может быть, по милосердию Божию хоть как-то Господь облегчит его участь. И когда хлеб этот был положен на чашу весов, на другую чашу весов, где должны были находиться добрые дела, то один этот единственный хлеб стал приподнимать большую массу беззаконий и грехов этого человека. И тогда ангел обратился к Петру и говорит, что Господь дает тебе покаяние в дальнейшей своей жизни. Когда ты выздоровеешь, ты должен будешь наполнить эту чашу добрыми делами, чтобы не попасть в ад. После того, как Петр выздоровел, он полностью изменил свою жизнь и начал творить милостыню. И вскоре после этого с ним произошла еще одна интересная история. К нему в холодное время года подошел нищий, который не имел внешней одежды для того, чтобы согреться. И он стал просить у Петра одежду или деньги на то, чтобы приобрести эту одежду. Денег в то время с собой у Петра не было, и он снял с себя верхнюю одежду и отдал этому нищему. Но вскоре произошло следующее. Нищий, увидев, что одежда богатая, решил сделать так. Он подумал, что следует продать эту дорогую одежду, купить себе на вырученные деньги одежду победнее, а на оставшиеся деньги еще покупать себе пропитание. И выставил эту одежду на продажу на торжище. Но Петр проходил мимо этого места, увидел эту свою продающуюся одежду и стал сильно скорбеть. И стал думать в себе, что то доброе дело, которое он думал сделать, ту милостыню, которую он оказал нищему, она оказалась бессмысленной. Что бог не принял этого подаяния, потому что он оказался обманут. Рассуждая в себе так, он сильно скорбел. И вдруг ему является Христос, является в его одежде, в той самой одежде, которую он подал нищему. И Господь говорит ему следующее. Петр, не скорби. В тот самый момент, когда ты отдавал свою одежду нищему, я принял ее из твоих рук. Страшен суд Божий. И у каждого человека есть грехи. И, наверное, оправдаться перед Богом невозможно, как говорит об этом и псалмопевец Давид. Но Бог показывает нам тот путь, которым мы, следуя в своей жизни, можем не только загладить свои грехи, но и, наоборот, приобрести большую награду в Царстве Божием. Потому что, оказывая дела любви нашим ближним, мы их будем оказывать самому Христу. Также Церковь, кроме того, что заботится о нашем духовном устроении Великий Пост, она также установила и телесные правила строгости поста. Великий Пост называется великим по своей строгости, потому что это самый строгий пост из всех постов, какие есть в Церкви. И почему такая строгость? Почему человеку вообще необходимо телесное соблюдение поста? Ведь самое важное все-таки это душа. А как же наше тело? Почему мы соблюдаем пост? Вот, чтобы ответить на этот вопрос, Церковь в последний день перед вступлением Великий Пост вспоминает нам о неспадении Адама из рая. Потому что первозданный человек согрешил перед Богом, нарушив именно заповедь о посте. Еще когда человек находился в раю, ему было необходимо соблюдать пост. Святые отцы, преподобный Ефрем Сирин, говорит об этом так, что человеку была дана заповедь о посте для того, чтобы он приобрел через послушание Богу смирение. Потому что мы видим на примере дьявола, как великий ангел ниспадает с неба через свою гордость. И чтобы сохранить человека от такой возможности, от впадения в гордость, ему была дана заповедь о посте. Ему было сказано, от всех деревьев, находя, и от плодов их, ты можешь вкушать, но ты не можешь вкушать плоды от древа познания добра и зла. И в тот день, в который ты это сделаешь, ты умрешь. Адам и Ева, первые люди, нарушили эту заповедь, соблазненные змеем, соблазненные дьяволом, и были изгнаны из рая. Они нарушили заповедь о посте. И поэтому церковь установила соблюдение поста как первую ступень восхода обратно в рай. Преподобный Авва Дорофей говорит о том, что от тела человека зависит и его духовное устроение. Так, например, человек, сидящий на коне, одетый в богатую одежду, чувствует в своей душе надмение. И совсем по-другому чувствует себя человек, одетый как нищий и сидящий в грязи. И также то же самое касается и еды, которую потребляет человек. Одно дело, когда человек делает себе роскошную трапезу и вкушает разные яства. И другое, совсем устроение у человека, когда он питается скудной едой. Вот так, поэтому нам церковь установила особый период в нашей жизни, 40 дней Великого Поста, а затем еще и время Страстной Седмицы. Это как некая такая духовная десятина, которая взимается, если на число дней всего года посмотреть, то это как бы такая духовно-телесная десятина, которую мы посвящаем Богу. Потому что во время Великого Поста мы особое время уделяем молитве, богослужению, чтению духовной литературы, священного писания. Но в то же самое время, братья и сестры, хочется пожелать, чтобы, соблюдая пост телесно, мы не забывали и о духовной составляющей, которая также для нас всех очень важна. Богослови, души моя Господа, ведь отнутри нея моя имя Святой Его, благослови, вести Господи. Субтитры создавал DimaTorzok